Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но тем не менее на эту игру запросов довольно много, поэтому пройти ее вместе с вами я считаю своим долгом. Ну и кроме всего прочего это будет просто интересно. Девушки отдыхают Ну то есть создатель всех этих спартанцев и тому подобное. Миранда Кис. Спартанец Лок. Я достаточно долго прослужила в СВР, чтобы все понимать. Когда это закончится, после всего, что я сделала, они прикажут тебе убить нас обеих. Девушки отдыхают, собственно, безымянному герою дали контейнер с картаной, чтобы она доставила его на Pillars of Autumn. И, собственно, вот она что сказала, похоже, в тот момент, когда прощалась с картаной. Если для вас это ничего не значит, не удивляйтесь, сюжет здесь заговыристый. В него нужно очень долго вкуривать. Отряд Осирис. За 72 часа пять колоний пережили идентичные события. Большие разрушения. Следы предтечь. Доктору Кэтрин Хэлси удалось связаться с нами. Говорит, что располагают информацией. Это на этом филе он, если что. Хэлси находится под опекой Ковенанта на Камчатке. Вам надо проникнуть в тыл врага, забрать Хэлси и доставить на бесконечность. И еще, рядом с Хэлси глава Ковенанта Джум Дама. Если будет возможность... Понял, капитан. Удачи вам, Лук. Конец связи. Система работает? Так, точно. Так, пока не будет, кто-нибудь хочет что-то сказать? Думаю, вы должны это знать. Мне чертовски страшно. Лук, как закончим, с тебя выпивка. Ты пьешь, ты платишь. По-моему, по локализации здесь достаточно сильный про... Зеленый свет. Про потери, короче. Лизка страшные, голоса не подходят. В общем, в четвертой части мастер-чиф уничтожил предтечий, которые претендовали на всякое плохое, и в итоге погибла Картана, его спасая. Халл-5, Стражи. Блин, не знаю, ты фанаты, это радость. Ты посмотри, как вы это. Подхереть, Эпик. Оружие к бою! Контакт! Эпичность на все поля просто. Эпичность на все поля просто. Претеча. О, так не один. На самом деле идет серьезный замес между Ковенантом и предтечами. Вот этими новыми врагами четвертой части. Я надеюсь, что их не будет. Так, хорошо. Все время я достаточно неплохо играл в Хейла. Но прошло очень много времени, поэтому надо учить. Осторожно! Что происходит? Выдвигаемся. Вейл, следи за связью. В общем, что я хочу сказать. Бак, однако, вы в дозоре. Ясно. Есть. Я в этот раз, в отличие от предыдущих, вообще не читал никаких комиксов, там, не смотрел трейлеры, ничего. То есть, никакой предыстории не знаю. Потому что я не понимаю, какого хрена тут просто происходит. Все воюют со всеми. Но я смотрю, Ковенанты воюют. Доминанты чуть не сказал. Хелси в доме отсиживаются в том сооружении предтечами. Это наша цель. Это или это? Значит, нас вызвала Хелси? Она сказала, происходит что-то важное. И сообщила капитану вас по своей координатам. Значит, что-то серьезное. Или хитрая ловушка. Что, япона, мать, происходит вообще? Все воюют со всеми. Ковенанты воюют с предтечами. И на самом деле я надеялся, что предтечи в этой игре не будет. Потому что они появились в первой четыре. И были, на мой взгляд, не очень интересным врагом. Я бы даже сказал, скучным. Но это, конечно, не только мое мнение. Кому-то, я знаю, они очень понравились. Но это дело такое, на любителя. На самом деле, тот же флап даже, по-моему, был. И то, более. Что я только что сделал. Ну-ка, набегу. У нас удар получается адовый. Управление пока что... Что за мясо вообще? Чего? Какого хрена происходит? Управление переделали. Теперь у нас есть вот такое прицеливание. Раньше его в Хейло не было. То есть, раньше оно было не нужно. Но тут было прицеливание на другую кнопку. То есть, на правый стик. Оно бы поработало немножко по-другому. Вот эти вот все прибуды. Они, в принципе, довольно-таки знакомы. Я имею в виду вот эти вот пушки предтечей. Это нормально. Так, спокойно. Я пока вспоминаю управление. Но они все равно огребают. Вполне неплохо тут все. Все знакомо. Нас четверо, поэтому мы, в принципе, раздаем. Хотя, конечно, НПС не так уж и сильно помогают. Но давайте-ка попробуем. Все чисто. Серьезно? Двигайтесь к позиции Хелси. Здесь свои, спартанец. Friendly fire? То есть, своих стрелять нельзя? Такого в Хейло раньше, по-моему, не было. Да, точно не было. Это непривычно. Короче, мы идем спасать доктора Хелси. Доктор Хелси, повторюсь, это... Мойска предтечей! Они на скалах! За ними! Дамы, которые стоят у истоков программы спартанцев. А спартанцы, чтобы вы знали, они были созданы задолго до того, как на людей начали нападать всякие ковенанты. То есть, это были люди, которые были обучены, ну, уже не совсем люди, а суперсолдаты, которые были обучены воевать. Они телепортировались через ледяную стену с сепаратистами на прикраничных мирах. То есть, для подавления беспорядков, по сути. А потом, когда вот это вот все дело пошло, суперсолдаты переквалифицировали под войну с инопланетянцами. Ну, вы поняли. При этом, чем более старая версия, тем она более мощная, тем менее массовая. Мастер Чиф, главный герой в предыдущих четырех пустей. И, на самом деле, не герой этой части, как я смотрю, потому что мы играем не за Мастера Чифа, а за какого-то стремного лока. Ох, офереть, что это был еще сумбрук. Мастер Чиф был, в общем, второй партией. Хейл Рич, там очень многие были третьи партии спартанцев. То есть, более слабые, менее умелые, но более массовые. Их не специально выращивали, их похищали из семей. В общем, семьям отдавали клонов. В общем, там все очень замудренно, и на самом деле об этом можно много рассказывать. И я, собственно, этим и занимался, потому что я на канале проходил Хейла 4, Хейла ODST и Хейла 2 немного. В общем, как-то так. Я уничтожил, солдат. Руки полников. Да получите, мать твою. Отдай свой вкус. Хейла Рич еще прошел. Но после этого пришло понимание, что на Ютюбе это не так многим нужно. Именно по причине непопулярности этого дела в России. Что, в принципе, Майкрософт пытается... Здорово, да, рубль до 32-го. Что Майкрософт пытается исправить, допустим, Хейла онлайн. Специально для российского рынка создали. Нехило мне прилетело, так что. Да, твою мать. На самом деле, я думаю, что шансов у них не так много, потому что они все это делают в очень такой... Господи, сколько снайперов? В очень такой момент, когда сейчас игры для консоли стоят порядка 4-5 тысяч. И, соответственно, они в серии Хейла при всем желании новых фанатов запариться привлекать. Ну, на мой взгляд, конечно же. И сейчас мне не очень хорошо. Что-то я отвлекся и начал ловить. Это мне очень приятно. Получи, твою мать. Так, пушку все же надо взять. Куда же мы ломимся? Ну, то есть, понятно, куда мы ломимся. О, дробовик. Ну все, твари, держитесь. Мое оружие было... Любимое... Когда мы с пассивкой с пацанами порубились. Го за три назад. Это было даже в какой-то степени имба. Так, я могу приседать здесь? А что здесь есть? А зачем это все? Это типа нычка или... Господи, вы там разберетесь, нет? Ладно, пока что все идет нормально. Мне очень нравится. Графон в целом приятный. Но при этом надо понимать, да, что очень многое они... Очень многим пожертвовали раньше 60 кадров. Выглядит примерно как Destiny. В чем-то лучше, в чем-то хуже. Как титлый эксклюзив, консоль Xbox One могло бы выглядеть получше. Пост охраны предтечей, видимо, заблокирован. Но в целом, повторюсь, приятно. Артемида анализирует систему предтечи. Может, обойдем дверь? Это Артемида, твоя старая игрушка из СВР? Вроде того. Я убедил командующую Палмер выдать нам прототипы. Займи позицию! Выполняю! Добралась! А, смотри, не командовать можно. В верхней части комнаты переключатель блокировки. Шми наверх! Так, а я могу их как-то отозвать? Так, ну ладно, хорошо. Посмотрим. Должно помочь. Совсем понимаешь, что происходит, поэтому лучше спрыгнуть, вдруг сюда сейчас какой-нибудь лучший рахнет. А, вон там дверь открылась. Ну ладно, дверь открыта. Артемида помогла. Лок, послушай-ка. Ну? Они штурмуют заднюю часть храма. Кракена в бой. А. А вот и Кракен. Ладно. Что бы это ни было. Держать ворону. Задержите их. Это новая техника Ковенанта, я так понимаю. Где ты выучила язык Санхейли, Вейл? В детстве я полгода провела на дрейфующем дипломатическом челноке. У меня был выбор. Умереть от скуки или потратить время на образование. Ясно. Так, эта штука мне не понравилась. Я думаю, нам придется с ней воевать. Для тех людей, кто только пришел на наш праздник жизни и не понимает, в чем прикол серии Хейла, помимо интересного сюжета, ну, первая, вторая, третья часть, там реально очень интересный сюжет. Эта игра, она была очень прорывной во многих моментах. В ней, допустим, в первую появились энергетические щиты, которые работали вместо аптечек. В то время, пока все бегали с аптечками, в этой игре появились вот эти вот краснеющие экраны, которые постепенно... То есть она была новаторской, и на самом деле здесь самый главный прикол, это именно битва с противниками. Каждый противник разный, у каждого противника свой способ приготовления. Если это можно так назвать, понятное дело. Че это? Окей. Этот сигнал похож на предыдущий. Я не могу назвать их сообщениями. Это не общение, а скорее эхо-локация. Сигнал отражается от объектов притечи. Преобразуется. Что ты ищет? Но что? Что она может искать? Не знаю, побежали воевать. Что она там ищет? Это мы уже разберемся попозже. Наша цель на другой стороне поля боя. Бабочки. А че вас так много? Берегитесь Кракена. Каменанты решили с его помощью прорвать ряды парметейцев. Не хотел бы я оказаться между ними. Это как этот... Как скрапей. Только какой-то охереть какой-то здоровый. Здорово. Наверное, был бы до 32-го. Батя твоя женщина. Да это же жнец. Реально жнец. Батя, что происходит? Меня сейчас грохнут. Точно это выпендриваюсь. Куда я лезу? В самый центр. Так, получи. Зачем же я присел? Так, ладно. Здесь, похоже, есть приседания. Я о нем не знал. Ну-ка. Да. Точно. Это кнопка. Так. Мне нужно что-то более дальнобойное. Ладно. Хорошо. Нет, в 60 кадрах этой игре были нужны 60 кадров. Это просто офигительно. Игра педалит в этом плане. Серьезно? Действительно? Так, ребятушки, держитесь, потому что здесь все очень жестко. Кто цель? Мне очень нравится, как они озвучили врагов. Как озвучили людей не очень нравится, а врагов нравится очень. А есть что-нибудь снайперское или полуснайперское или какое-нибудь... А, у меня же снайпер есть. Серьезно. Седание. Что ты скачешь? Каких хрен знает кто. Так, еще одного минусного. Не минусного, я не понял. Получит твоим. Пока что довольно просто. Но мы играем на нормале. Основная сложность, она, как правило, бывает належная. Особенно, если один из команды тащит череп. Если вы понимаете, о чем я, то вы такой же зодрот примерно в эту игру, как и я. Хейла, как и все игры серии, то есть Хейла Гардианс, она рассчитана, среди прочего, на кооператив на четырех игроков. Это нужно иметь в виду. Но в первые разы, как обычно, эту игру все проходят в одиночку. Ну, то есть, посмотреть сюжет там, а потом уже начинают делать всякое разное. И среди прочего, хочу сказать, что мультиплеер Хейла это один из главных мультиплееров на Западе. То есть, в эту игру очень любят играть по сети. И на самом деле за дело, потому что она довольно забавная, но в этом плане играется очень неплохо. Так, сидим, отдыхаем. Делаем, видишь, что так и надо. На самом деле Хейла 4 начинался получше, реально поинтереснее. Сейчас я вижу, что он не весел, но не так весело, как обычно в Хейла. Так, скидываю этот дерьмо. Вообще Хейла 4 неплохой. Думаю, авторитет Хейла 4 неплохой. Он набрал кучу сторонников, выдавая себя за пророка предсечей. Джул Мдама приспособленец, а не вождь. Развал его версии Ковенанта был вопросом времени. На мой взгляд, она могла бы разваливаться и поскорее. Приближаемся к Хелси. Получено сканы новых символов предсечей. Один из них раньше не встречался. Проанализировав остальные, система выявила, что они имеют сходство с древним символом Санг-Хелли. Этот символ обозначает спящего в земле демона, которого нельзя будить. Как это связано с сигналом, я пока не знаю. Наверное, в земле есть какое-то дерьмо, которое нельзя будить. Ну, капитан, если сейчас проснется, то это будет очевидно. Так, по патрону все в целом норм. Нормальная связка снайперка и автомат. Очень жестко будет. Блин, как-то, я не знаю, как-то она сама доводится. Не подпускайте их, Хелси. Она нужна живой. Где Хелси? Вот опять я сейчас ошибку совершаю. Хотя нет, норм. Я нас снова его в итоге. Так, мне нужен дробовик. Я его видел только что. Все, жопу вам. Ой, баба. Сейчас мне жопу будет. Давай немного посидим. Да, блин, потом перезарептирился, но... Ох, вот это точно ошибка была. Где эта тварь? Светящийся участок. Он уязвим. Стреляйте. Да я понял уже, господи. Вот это очень прикольно сделали. Реактивный ранец и его возможности. То есть реально зачет. Так, мне нужно свалить. Меня вопили! Что-то я, короче, слишком зарашился. Враню заело! Вы благодаришь потом. Я в порядке, спасибо. Серьезно? Меня спасли? Сурили, перейдем на тобой. Так, а его как спасти? А его никак не спасти. Его убили? Так, да он сдохнет, нет уже. Короче, тебя могут хилить твои сопарницы, племенники, чуть не сказал. Это прикольно. Получи. Порядок, угроза ликвидирована. Идем в Хэлси и Джулу. Это было жестко вот уже. Ну так, понемногу. Не знаю, пока мне все очень нравится. Но при этом ощущение, что это Call of Duty, а не Хэлл, не покидает. В чем проблема? Их несколько. Что, обсудим тонкости условного согласования? Снова людской сарказм. А вы кое-чему научились меня? Вы говорили, что получите доступ. Получу. Но я никогда не говорила, что сделаю это мгновенно. Наша безопасность, потому что нет времени колебаться. И вы будете обращаться к нам с уважением, достойным руки дидакта. Похоже, ваши пальцы устроили бунт, рука. Хватит! Привет, красавчик. За работу. Соберись. Мне это место не годится. При очередной передаче придется отреагулировать... Одоело, доктор. Вы неделями не даете результата. Убийца! Охренеть. Охренеть. Уработано. Чисто! Доктор Хелси. Капитан Ласки хочет поговорить. Почему так долго? Не знаю, короче, в целом мне очень нравится. Хе-хе-хе, я довольный сижу. Отряд Осирис. Посадка в отсеке 11. Капитан Ласки. Я передала координаты 3 недели назад. Я говорила... Обсудим наедине, доктор Палмер. Что она сделала? Спартанцы. Как далеко зашли. На две головы выше всех. Молодцы, Осирис. О чем это они? Лок не нравится. В сериале не нравился. Да и вообще не нравится. Какой-то он... Да и сериал сам не нравился. Наверное, поэтому и Лок не нравится. Какой-то он тупорылый. О, Мастер Чиф. Я со времен лагеря не видел Чифа таким. Он справится, Фред. Столько заданий подряд. Это ненормально. Сьера-1-1-7, Бесконечности. Синяя команда обнаружила Серебристый месяц. Вижу следы врагов, но станция здесь. Понял, 1-1-7. Уничтожьте всех. Зачистите месяц. Занять позиции по готовности. Вас понял, Бесконечность. Конец связи. Не, Мастер Чиф, круче всех. Черт. Держи. Спасибо, Келли. Все готовы. Так, точно. Келли. А, здесь четвертая часть. Они там в серию встретились, но... Отряд спартанцев, короче, их... Ну, в общем, нет времени объяснять. Синяя команда, пошли. Синяя команда, швырните их в космос. Хе-хе-хе-хе. Реально, что ли, ты че? Это было пафосно. Не знаю, мне безумно понравилось. Обоида корпуса заделана. Выполнена повторная герметизация. Данная серебристом месяца. Станция СВР. Контакт утерян 19 месяцев назад. Недавно падальщики Кигьяр нашли ее и продали соратникам Джулам Дамы. Уберем Кови и вернем станцию СВР. Самый быстрый способ захватить центр управления. Пробиться туда и отключить гравитацию и системы жизнеобеспечения. Впереди дата-центр корабля. Надо добыть схему серебристого месяца. Такие дела. Короче говоря, давайте на этом заканчивать наш первый взгляд. Я уже понял, что для фанатов Хейла эта игра, ну, определенно, подарок. Потому что, ну, я не знаю, возможно, она в плане сюжета и похуже, как и четвертая часть, чем первые три. Но при этом поиграть в нее будет интересно. Мастер Чиф реально крутой. Да и вообще все, что происходило в целом. Ну, это Хейла на стероидах какой-то. Не знаю, вот эти вот прыжки в сторону, которые добавили. Они реально добавляют игре, не знаю, каких-то новых граней. При этом, понятное дело, что дети будут недовольны. Ну, самые глупые из детей, как обычно, будут писать в комментариях, что Хейла говно. Потому что ее нет на ПК и тому подобное. Кстати говоря, Хейла 5, по-моему, собираются портировать на ПК. Так что не нойте. Остальные, в принципе, есть ли у вас Xbox One, то... В целом, я могу посоветовать вам по первым полчасам, вот эти вот, которые мы с вами увидели. Вроде как, это действительно достойный проект. Так это или нет, более подробно с этой игрой мы ознакомимся сегодня вечером. Сегодня в 6 по МСК. Я жду всех вас на своем Twitch-канале. Будем проходить эту игру дальше. Пройдем эту игру на Twitch полностью. Я думаю, будет интересно, будет весело. Поэтому проходите. Ссылочка в описании. Можете зафоловить его прямо сейчас. И, соответственно, вечером вам придет оповещение, что вот, трансляция началась. Ну, собственно, 6 по МСК. Twitch-канал. Продолжение. Пока что могу сказать, что все нравится. Графика приятная, стрелять интересная. Икшон чисто хейловский. Не порадовали, собственно, протеанцы. То, что они снова здесь. Но, в целом, по-моему, все очень круто. Пишите свое мнение на этот счет. Без холиваров, прошу. Сразу буду наказывать. И, в принципе, вот так и дела. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok